привет друзья рад снова вас видеть на своем вкусном канале сегодня решил записать достаточно интересный ролик про колбаски гриль но не обычные колбаски гриль а очень специфические вкусные я думаю вы вряд ли такие пробовали итак поехали вот смотрите друзья мои свинина здесь лопатка в основном у меня жирность приблизительно в районе 20-25 процентов то есть в итоге я сейчас добавлю просто еще жирку чтобы получить общую жирность фарша около 20 процентов и помните друзья что жир и это всегда сочность и вкусность то есть полностью постные колбаски как по мне не могут быть такими же вкусными как сделаны из мяса содержащего жир но много же тоже лишнее поэтому должен быть баланс между жирным красным мясом традиционно почему-то у нас принято называть и колбаски для жарки купатами но это в корне неверно ведь купаты это конкретный вид колбасок для жарки то есть все купаты это колбаски для жарки но далеко не все колбаски для жарки это купат сегодня у нас будет интересный рецепт я называю его бородинским он чисто авторский я конечно думаю что я не изобрел велосипед но все же спешу с вами поделиться этим необычным вкусным рецептом первонаперво нам потребуется подготовить фарш традиционно охлажденное мясо очень холодная я пропустил через мясорубку жирность мяса суммарно составляет около 20 процентов если делать абсолютно из постного мяса то наши колбаски для жарки будут достаточно сухими не будут таким сочными аппетитными и прекрасными итак я взял фарш у меня здесь свинина с говядиной сделал смесь специи вставлю их в описании здесь соль перец сахар и кое-что еще интересное смотрите описание под роликом там все граммовки есть и вот пока я еще туда не добавлял что самое важное в этих колбасках будет это кориандр зерновой и тмин сейчас я их измельчу но я их не буду перетирать пыль а просто крупно крупно разотру в ступке и при таком раскладе они будут ощущаться на укус не просто как вот аромат а именно при укусе вы будете ощущать крупинки кориандра как в хлебе бородинский именно отсюда и пошло это название которое я придумал а также я сюда добавлю темного пива темное пиво придаст нашим колбаскам насыщенный хлебный аромат да да вот именно пиво придает такой хлебный богатый аромат и лучше конечно же брать здесь темное пиво я беру просто пиво которое мне нравится принцип когда какой-то алкоголь добавляют в кулинарные изделия когда говорят что ой какой там вино и пиво там коньяк невкусные мне они не нравятся я их вот там использую в своих кулинарных утехах я считаю это в корне неверном всегда нужно добавлять именно тот алкоголь который вы с удовольствием сами выпить и который ароматный вкусный с богатым насыщенным вкусом вот именно он придаст отличный вкус и аромат нашим колбасным изделиям колбаски для жарки а если добавить какой-то шмурдяк а что типа я вот вот это вот я не буду пить фу какая гадость я вылю сюда то и в итоге ваш колбаски будут ну какая-то ерунда вот поэтому мой принцип всегда простой то что нравится самому чистом виде пить кто идет и в кулинарии будь то вино пиво или коньяк вот смотрите степень измельчения кориандра видите то есть достаточно крупные кусочки остаются присыпаем по фаршу и сейчас начнем вымешивать но не кориандром одним прекрасная колбаса высыпаем наши специи и теперь пиво и начинаем очень очень интенсивно перемешивать фарш не просто перемешивать а именно вымешивать не смело по аналогии с тестом достаточно энергично до тех пор пока все специи разойдутся в парше все пиво которая предназначена по рецепту питается фарш фарш станет монолитным вот друзья мой фарш вынесу я видеть какой однородный лик к рукам то есть не рассыпается период сейчас перевожу в миску и на пару часиков отправлю в холодильник ну вот настало время друзья когда мы начинаем убивать наши колбаски гриль я буду набивать с помощью колбасного шприца по это потому что это самое правильное самый удобный самый замечательный вариант не шприца можно набивать как говорится пальцем пиханая колбаса взять отрезать горлышко от пластиковой бутылки сделать воронку и пропихивать соответственно туда фарш самое главное следить чтобы чрезмерно он не перегревался также можно попробовать набить и с помощью специальной насадкой для колбас у современных мясорубок но мясорубки очень часто к сожалению перегревают фарш в этом их беда здесь для съемки пока не очень благоприятные и так вот спокойно выбиваем фарш в оболочку очень сильно набивать не стоит чтобы вам было удобно легко и непринужденно перекручивать колбаски для жарки в нужный размер который будет удобен только вам кто-то любит короткие кто-то любит длинные опять же толщина оболочки зависит только от того какие вы любите колбаски для жарки можно взять балла баранью оболочку баранью череву там 22 24 калибра можно как я 42 калибра свинину если ведь очень толстые такие колбаски для жарки то соответственно берите друзья мои 45 плюс калибр ну вот все собственно 2,5 килограмма пока я говорил набито теперь будем перекручивать оболочка набита теперь начинаем перекручивать колбаски кончик завязан отмеряем длину колбаски там допустим в районе там 12 14 сантиметров к его нравится следующую колбаску отмеряем то есть получается вот до 1 1 колбаска 2 колбаска пальцами поджали немножко им для этого нужно чтобы фарш был не очень-очень плотно набит перекрутили отмерили следующую колбаску и крутим не здесь а через одну получается мы крутим через одну колбасу пальцами видеть пальцами поджали стал свободненько и теперь вот крутим хоп-хоп-хоп-хоп то есть раз и погнали таким образом дальше все колбаски наши крутить хотите длиннее можно длиннее но мне вот удобнее такие колбаски делать они получаются в районе 150 грамм в одной то есть отличная порция чтобы поесть одному человеку для начала колбаски готова друзья вот такое вот колесо колбасной сансары получилось что теперь дальше с ним делать вариантов разных много можно сразу отправить на гриль можно их заморозить можно если вы не доверяете жарщику этих колбасок сначала их бланшировать то есть залить на 15 минут кипятком а уже после этого жарить жарить можно на гриле на сковороде в духовке как вашей душе угодно всегда это будет вкусно всегда это будет замечательно и всегда принесет море вам позитивного настроения ставьте лайки друзья не скупитесь на лайки до новых встреч пишите комментарии какие колбаски гриль вы больше всего мои друзья дорогие любите но мы продолжим снимать наши гриль на мангальные и прочие вкусные ролики на канале и да не забывайте про ролик а бездрожжевом хлебе на закваске мы все ждем когда там появится 1000 рецептов о 1000 просмотров и 75 лайков чтобы начать снимать хлебные ролики пока пока друзья до новых встреч с ним он и он 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 и Продолжение следует...